Ресторанный и отельный бизнес столкнулись с кризисом рабочей силы. За последние два года число сотрудников в сфере общепита сократилось на 40%. 17 предприятий вообще закрылись. Сейчас, когда ситуация с пандемией нормализуется, владельцы заведения испытывают острую нехватку персонала. Вакантны десятки мест. Требуются официанты, бармены, помощники поваров. Кризис сотрудников в сфере общепита начал ощущаться в 2017-19 годах. В то время работодатели были готовы вкладываться в хороших специалистов, предлагали стажировки и высокие зарплаты или бонусы, чтобы удержать их в стране. Но два года тяжелой пандемии привели к вынужденному длительному простою предприятий. Работники оставались без зарплат, компании несли колоссальные убытки. Сейчас дефицит кадров в отрасли достиг критической точки. Неудивительно, учитывая, что оставшись без средств к существованию, люди, квалифицированные сотрудники с опытом, просто уехали из страны. Более того, в течение этого времени и имидж сектора Харека пострадал, говорит Берния Данетова Засавицкий. Безуслович, советская человек, связи с ученые страницы будут нечислены, но уже это не будет же призываться, но уже до страницы люди,anks границы, в зависимости от страницы, известные границы, запрещеныки, но, в результате границы, в зависимости от границы, строительства, возраста и средства, и учитывая штрафные истории, Сектора Хорека – это место предыдущего и стабильного места. Мессажи, даже с помощью авторитетов, в течение двух лет, были неглиженные в связи с Хорека. Мы всегда были виноваты от увеличения количества случаев, даже не было ни одного места, который был в карантине. Чтобы мотивировать молодежь оставаться в стране, власти должны предпринять определенные меры. Сектора Хорека – это место предыдущего авторитета в службе, в связи с политикой фискальной, taxой зарплаты, по-прежнему, по-другому, по-другому, где есть самая большая церковь, а фортеры в работе. Среди эти taxы зарплаты, или с другой механизмом импозитаре, для людей, по-другому, в финале, в ситуации, критиков, В ответ на запрос нашей редакции, пресс-secretарь правительства, Anastasia Teburceanу заявила, что в период пандемии правительство разработало ряд компенсационных мер и налоговых льгот для сектора Харека. И сейчас, если у представителей сектора есть какие-то жизнеспособные предложения, исполнительная власть готова сесть за стол переговоров и найти решение.